Мне такое ощущение, что что-то просрал, что-то прям очень важное просрал. Всем здарова, с вами Август Плей, и это четвертая часть прохождения Atomic Hearts. В прошлый раз мы заблудились в джунглях склада, поэтому будем разгребаться и придумывать, что нам делать дальше. Чук, молодец, скалолаз, боец, боец, молодец, боец, залутали, залутали, и начинаем наше путешествие. Кстати говоря, я там на... оу, оу, чуть не упал. В смысле, о чем вот присиди? Нам тут скрываться не от кого. О, каешки. Оу, 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 в смысле? Вот это я классный инвентарь себе пополнил, ладно. В смысле, ну так вот оно, ёпта, инвентарь. Эээ, оле, оле, здрасте. ПМ выкладываем, электропушку мою сюда на склад. Ёпта, в смысле, где моя электропушка? А, только я что-то не догнал этого прикола. Где... Где моя пушка? Да камон, в смысле? Ну вот же она, ёпта, вот же она. Я что-то вообще понять не могу. Где, ёпта, моя плазменная пушка? Ну допустим. Это, это прям очень печально. Ну ладно, у меня есть какая-то струйка, поэтому, думаю, затащим. Не, мне сюда не нравилось. Да, я хотел бы туда. Прикольные лампочки. На духовку похоже. Эээ, пэ-пэм. Рискнём? Ну давай. Эээ, плохо ты рискнул, приятель. Давай, давай, у тебя получится, братуха. Прям, ну вот совсем не найс. Да прыгни хоть куда-то уже, ёпта. Начинается прохождение просто отлично. Восхитительно. Где-то моя пушка пропала. Где-то. Погнали сюда. Я хочу залутать те... Ну мне кажется, это прям очень глупо попробовать, да? Но можно попробовать. Да, было глупо. Погнали, короче. В этот раз всё будет чётко. Вот туда нам не надо. Нам надо сюда. Сюда теперь. Мы эту же дорогу... Ну и зусь знаем! Тихо, тихо. Приятель, чё ты так меня беспокоишь? Так, и там, и там нас обложили. Ну, наверное, идея, конечно, не из лучших. Слушай, ну попробовать стоит. Семь патронов? Семь патронов? Где все мои патроны? Я... Я... Хорошо, давайте его валить. Рано или поздно мы так его увольнём. Блин, тут бы и ПМ бы уже панылся. Почему я не могу достать мою эту пушку? Не, дробаш я хотел бы оставить немножко. Маленькая аптечка. Применить. Да, вот именно его я бы хотел... Смотри, ты же его нашёл. Вот, молодец, красава. Смотри. Су-то ёпта. Да ёпта, он сел! Нафиг такая пукалка надо тогда, которая села. Опа, чудненько, чудненько. Чего мы так вольнём их всех? Секундочку. Секундочку. Ещё минус один. Давай. Кусь. Кусь. И сейчас мы вас обоиху делаем. Это будет просто. Как два пальца обоссать. Серьёзно. Давай, беги, метушись. Там тебе это не поможет. Смотри, что я могу взять. Купана! Опа! Экспекта патронов. Вот, бусы, ёпта. Давай. Опа, опа. Не знаешь, куда бежать? Правильно. Правильно. От меня не убежишь, падла. От меня не убежишь. Можешь не скрываться. Опача, опача. Остался один всего. Ну, типа, выйти с ним на дуэль? Хотя у меня из оружия ничего не осталось. Ну, можно попробовать стп. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Не совсем то, что нужно было. Аптечку юзаем. Юзаем аптечку. Тихо, тихо. Я хочу это кью заизать как-то. Фух, ну это мне чисто фартит. Ооо, тихо, тихо. Тихо. Ооо, это было потненько. Фух. Блин, даже этот один черный, это уже геморрой. Давай, давай. Тут прям должно быть что-то сверхъестественно крутое. Но барахла здесь много, окей. Ооо, кстати, тушенка, оказывается, это типа аптечка. Слушайте, не зря, не зря реально так потели. Прям неплохо, неплохо барахла. Да, еще что-то. Еще что-то оно тут. Давай, и тебя сейчас залутаем. Микропланка. Так. Чисто. Чисто. Майдадер здесь прошелся. Так, окей, теперь надо как-то отсюда выбраться. Другой резонный вопрос. Надо вот что подумать, вообще реально ли отсюда выбраться. Ааа, нет. Опа, опа, красава. Просто красава, красавела. Сейчас мы зайдем, наш инвентарь опустим. И дальше пойдем нагибать этих роботических существ. Тихо, нет. Нет, нет, нет. Ааа, это было очень больно. Уф. Уф. А, аптечку за... Опа, что-то новенькое. Сгущеночка. Пока я... А, куда мы погнали. Сначала нужно понять, куда нам гнать. Да, потому что в прошлый раз я вот вообще не понял. Во-во-во, красава. Ты понял мои мысли. Прочитал. Прочитал меня как книжку. Молодца. Красавела. Ау-вау-вау. Еще лутец. Прекрасно. Давай, давай. Химия, химия. О, сколько у нас тут всего барахла. Аптечки вроде бы. Капец, сколько ресурсов. Это, наверное, типа в скрытых сундуках или каких-то сложно доступных, наверное, столько ресурсов. Да, 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 да. Я устал прямо их нажимать. И сейчас вот снова будет перегруз, блин. Давай. Раз. Два. У меня надо ящик. Ну, блин, ты ж догадливый парень. Ёпта, догадайся, что нужно сделать, пожалуйста. Догнать Петрова. Мы с такими тентами крен его догоним. Да, блин. Хорошо. Ну ладно, освобождаем. Освобождаем место, короче. Давай, давай. Подходи. Согласен, согласен, давай. Подходите все по очереди, все сейчас получат. Давай, давай, давай. Я с вами еще попадал по ним, конечно. Тот, смысл? Да тихо, ребята, ребята, успокойтесь. Давай, давай. Ну, что-то нужно с этим делать. Я застрял, ёпта, я застрял. Да. Пожалуйста, да. Ну вот что мне нужно было сделать. Восхитительно. Как кассеты. Как, блин, кассеты использовать? Что это вообще за хрень? Сколько у меня? А почему? Да, блин. Да, я хочу тебя, извольте. Да, ёпта, возьми ты уже. Да, да, пожалуйста. Тебя, тебя. Да, экипировать, представляешь? Да, пожалуйста, блин. Да. Неужели? Спасибо. Это было сложно. Окей, аптечек у меня много. Это не проблема. Смотри, что я умею. Это... Вау, 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 вау. Да. Я понял, короче. Короче, веселые будни. Веселые... А ты, ёпта, откуда-то? Веселые рабочие будни. Вот это, ребята, токсичные. Вот что значит... Ааа, да ёпта. Давай. Токсичный коллектив на работе. Так, ну я вроде всех этих вареньков поразматывал. Ух, ёпта. Это всё? Всё, это он один остался? Точно? Ну смотрите, ёпта, я прыгаю. Прекрасно. Всем по щам надавали. Теперь можно и разобраться, куда нам надо идти. Да вызывай, сколько хочешь, сколько тебе влезет. Мне плевать. Энергомодуль. Ёпта, у меня часа пять инвентарь будет переполнен. Я всё ещё нажимаю, ну? Мы там чё, всю игру сейчас залутаем, блин? Блин, они бы хотя бы десятками вскладывали. Ну не знаю, ну ёпта. Всё? Неужели? Чё у нас? А как? Стоп, надо вспомнить, как она работает. А. О, случайно получилось, ладно. Ай. В смысле? Ну мы так мы... Так мы здесь были, алё. Мы сюда вернулись зачем-то. Нам типа самостоятельно нужно понять, куда идти или что? Может мне реально надо было вернуться? Типа туда прыгнуть? Ну, давайте допустим сюда. Ну, визуально это выглядит, будто бы нас... Нам говорят, что нам надо сюда, да? Только не говорите, что это всё лес ради одного сундука. Типа, конечно, спасибо, но, блин. Как же много мусора! Всё? Неужели получилось? Золотательно. Куда идти? Куда мне идти? Алло! Ну не знаю, мне вроде бы намекают. Ну, там я вроде был. Типа, обратно спускаться? Аааа! Прекрасно. Окей, мы его-то сняли. Другой-то вопрос опять нахрена нам сюда. Зачем? Что? Нам обратно догните по горячим следам. Я каким-то сейчас бредом занимаюсь. Мне такое ощущение, что что-то просрал. Что-то прям очень важное просрал. Прям, прям такое стойкое ощущение. Типа сюда? Или типа вниз? Хотя, да нет, вроде маркеры наверх показывает. Что тут, ёпта, делать? Да куда мне идти? Ну, там нету никакого места. Ну-ка, хорошо, давайте вниз пойдём. Мне всё больше кажется, что здесь просто лаги. Типа, я где-то застрял в череде глюков и не могу из неё выбраться. Вот эти бесконечные сундуки. Непонятная ерунда с оружием. Что вообще происходит? Ёпта. Так, у начинается ещё один бесконечный сундук. Давай. Блин, хотелось бы, чтобы ты просто открывал сундук и оно, типа, всё лутается само. Потому что вот это вот сжать, прожимать кнопку, у меня её поддавится на ноуте. Давай. Да ты чё, серьёзно? Всё ещё? Вот начинается то же самое уже. Уже просто инвентарь переполнен. Блин. Мне некуда это всё говно складывать. Ну, это смерть, если я не допрыгну. У меня поджалось прямо. Сейчас начинается новое. Блин. Я целый час, целый час уже нахожусь в одной локации и просто не отдупляю, что мне нужно делать. Ну, окей, круто, что я добрался сюда. Ну, типа, реально круто. Но остаётся резонный вопрос, куда мне, блин, идти? Я реально просто не понимаю. Сколько у меня ресурсов, ёпта. Тысяча двести! Тысяча двести ресурсов, ёпта. У меня всё ещё, всё ещё показывается, что я лутаю эти ресурсы. Офигеть, сколько их там! Начинается опять эта шляпа. Куда мне идти? Чё мне делать вообще? Свеча, она может пригодиться. Всем сотрудникам, получившим поведение, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине послужит отягчающим обстоятельством при рассмотрении вашего дела. Я полтора часа здесь просто маялся, а этот просто жмурился, ёпта. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров, ебучие пироги. Сука, правда Петров? Как чувствовал, что этим закончится? Волшебник, я П3, приём. Волшебник на связи. Ты нашёл Петрова, сынок? Я нашёл его труп. Тело обезглавлено. Голову разможило погрузчиком в кровавую труху. У него в голове были годы, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро, не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Я опоздал. Теперь придётся решать эту задачу другими способами. Сынок, при нём были кольца. Два кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. П3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назаревает проблема похуже Петрова. Меня часто спрашивают... А что может быть хуже Петру? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штукхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись. Дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаемся. Слушай меня сюда, безмозглая псина. Да, майор. Это запись для тебя. Я слышу, как ты шумишь и грохочешь на складе. Живым ты меня всё равно не возьмёшь. Так что слушай. Ты даже не знаешь, что тут происходит. И... А! Ну и кто теперь безмозглый? Да ёперный, Бали. Это ещё что-то делать надо. Только опять я фиг знает, куда идти, блин. Ну почему? Почему? Господи. Чего так сложно? Почему? Что я просрал? Что? Что? Где? Где? Что я просрал вообще? Живым ты меня всё равно не возьмёшь, так что слушай. Ты даже не знаешь, что тут происходит. Как мы слоили внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Кто теперь безмозглый? Генерация электроэнергии невозможна. Слышал, что они там в проращивании вырастили? Да говорят, то ли венерины мухоловка, то ли борщевик огромный. Я так и не понял ничего. А никто не понял. Мелкий генетический сбой и стало не растение, а чуть ли не хищная тварь. Они там из-за этого притащили целую цистерну ПА-400. Нет бы сразу зарубить на корню. Доиграются они там. Доиграются. Да главное опрыскивать в обремя. Аликсатор Ефимов. Вас? Ёбаный боб. А? Что-то новенькое. Давай-давай, нам нужно резист наш увеличить. Типа вот так вот. Тихо-тихо. Вау. Что-то нас подкосило от беленькой. В смысле двумя? Да, там в смысле? Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. А их установка активировала механизм подачи спецполимера в систему жизнеобеспечения березы. Система жизнеобеспечения имеет четыре основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми. Короче, четыре тумбы, четыре колбы. Так точно. Каждая колба содержит уникальный полимер. Полимеры изготавливаются в цехах. Там же производится их разлив в колбы. Почему нельзя было просто сделать обычную дверь? Ой, пошли искать колбы. Испытания успешно завершены. Совместными усилиями команд Вавилона и Павлова. Наши, конечно, больше. Выведен новый вид колорадских жуков. Клин клином вышибает. Кстати, походу так и назвали. Жук-клин. Новый паразит поедает только вредные растения. Амброзию. Циклехену. Полынь. И болиголов. С последних личных счетов у меня. От него у меня собака померла. Из-за токсичных веществ в организме жука не едят птицы. И его появление экосистему не портит. Вдобавок, жук не способен к размножению. И умирает за сезон. Таким образом, не нужны никакие пестициды и прочие вредные вещества. Один паразит жрет другого. Я бесконечно уважаю чешскую мебельную фабрику. Но у меня есть отличная идея. Давайте на мощностях Вавилона сделаем свою локальную. У нас много заключенных набирается в последнее время. И не все они компетентны. Плюс в проращивании постоянно утилизируются разные непрошедшие контроль сосны. Березы и что там еще. Я, как завхоз, на это смотрю с болью. Возможно, для вас, ученых, это просто ненужное дерево. А я вижу в нем потенциал. Снабжали бы все. Предприятие, собственно, мебель из уникальных пород. Отличная же идея. Плюс каждый набор мебели будет, как говорят французы. Не знаю, что там они говорят. Подготовьте документ, постановление. В Амазонии намечается кризис. Из-за промышленного разгильдяйства капиталистов площади леса вымирает со страшной скоростью. Товарищ Вавилон поручил мне собрать комиссию для решения проблем. Пока предполагаем создание быстро растущих тропических деревьев с более прочной корневой системой. Самая главная секретность. Мы обычно любим по всей земле трубить, как помогаем слаборазвитым странам. Но здесь эту катастрофу нужно предотвратить без оплом. Опломба. Замочек. Дорогой замочек. Раз, два, три, четыре, пять. С первого раза. По Амазончику понимаем, кто и тут будут противники. Да ёпта, чё за двери? Дверь борзый, обалдеть. Ну давай, бочком, бочком. Или ты не умеешь... Ёпта, я застрял. Или надо тоже проскочить. Да ёпта, странные двери какие-то. Похоже, ещё немного, и котлы взорвутся нафиг. Что надо делать? У меня нет такой информации. Я здесь впервые. Будем думать. И где тут вход в трубу? Это креогенные элементы. Узнаю. Совершенно верно. Это фаренгейт, свеча, с криополимером внутри. Предназначен для... Да ёбаный пирог! Это не та дверь! Спасибо за совет, но достаточно грубо сказано. А куда мне её отнести, блин? Сюда? Бойлер раскалённый. Руками лучше не трогать. Надо как-то охладить его изнутри. Ну, а эту морозную штучку можем туда засунуть. Охладите бойлер номер один. Ну, значит, мне там надо было что-то делать. Да блин. Охладите бойлер номер один. Ну и как? Окей. Вот, типа, туда надо? Ну давай. Да, блин, ты криворукий ж. Короче, вот так, я понял, надо. Да как ты кидаешь его, ёлы-палы? Спортсмен! Вот тебе суперподготовка. Или, может, его вообще не сюда надо? Блин. Так, вот впускной растр. Опять, это было сложно. Опа, сундучок. Про название новых растений. Ну ладно, там картофель марианский или лунная пшеница. Вы придумаете очень скучное название, но это всё мелочи. А улетим мы, например, в другую систему. Вальдебран какой-нибудь. Я не знаю, не разбираюсь в этом. И вот садим мы там наш великолепный, неприхотливый подсолнечник. На его планете, а он-то выходит уже и не подсолнечник, потому что солнца-то нет, он получается подальдебарановик. Подумайте над этим. Я ещё над землянкой подумаю, потому что марсовика ещё никуда не шло. А вот венерийка, это за гранью добра и зла. Вавилон зарубил мой проект. Мол, безрассудно, форма превалирует над содержанием. Сказал, а какая идея, если мы смогли сделать побеги, зачем нам выращивать просто морозостойк или жаротерпимые растения? Если мы хотим заселять новые типы. Может, мы растения создадим там новые? Вот смотри, я люблю наш русский березовый лес, но если я лечу, скажем так, на Кубу, то я хочу видеть там пальмы и тростник, что-то новое. Не должны на Марсе цвести, блин, яблоки, там же должны расти опыляющие марсианские улей, кактусы или полетти стебли электропроводящего плюща. У нас есть возможность новых невиданных мир создать, а мы капусту увезём туда. Бред. Прочитайте внимательно, это не шутка. Вчера я в рамках утилизации органических отходов выбросил секцию разведения побегов. Несколько цельных туш свиней, погибших во время опыта. Сегодня мы опять просматривали записи, чтобы понять, куда попадают. Вовчик и я обнаружили, что свиньи перемещались по территории секции и даже пытались выбраться наружу. К сожалению, к моменту, когда я до них добрался, туши были съедены. Возможно, мы чего-то не знаем о побегах. И я настаиваю на тщательное изучение этого события. Окей. Сюда мы зашли, значит, давайте сюда. Стоп. Сейчас, ёпт, тут опять какая-то вентиляция будет. Ну, видимо, слушай, я тут понял только в одной этой месте. Типа все туда надо закинуть или что? Давай, давай, падай, падай. Короче, я понял. До кого бойлера? Ёпер на театр. Ты чё, устал, кадет? У тебя же спортивная подготовка. Я где этот бойлер? Ёлы-палы. Центр. Горячий цех. Нам сюда, наверное. Не знаю, наверное. Отдых. Спасибо. Не с тем, то, что мне надо. Ладно. Похоже, внутри цеха установилась критически высокая температура. Да неужели? Вероятно термонагреватель из-за сбоя пахли в разнос. Пока они кипят, цех будет заполнен раскаленным воздухом. Ясно. Где-то должна быть бойлерная. Спасибо. Я услышал. О, ёпт, это да бойлерная. Типа аж с той стороны идти. Ладно, допустим. Здесь цена недопонимания очень высокая, я так скажу, в игре. Поэтому нужно быть догадливым. Крайне догадливым. Таюпта, ну как это вообще такое возможно? Давай, туда. Мячик этот закинем. Я потерялся уже, блин. Ну хорошо, я понял, сюда мне не надо. Бойлерная должна быть где-то. Чё она не открывается, блин? Ну вот же кидалово. Ты чё, серьёзно? Нахрена я эту дверь открывал? Капец. Ладно. Бойлерная. Таюпта! Это где-то здесь. Это закрыто. Лет десять никого не было. Может быть, это сбои в системе гравитационной модуляции или излишняя подача полимерных удобрений. Рост стал неуправляем и избыточным. Так. Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат, заражённые ростками побега. Горячится. Это не точно. Не точно, блядь. Серьёзно? Это моё личное предположение. Раньше такого никогда не случалось. Блин, вот это... Ну, как это произошло? Полагаю, после устроенного Петровым сбоя побеги мутировали по неизвестным причинам. Да как вздос! Ну, 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 ну. Где-то здесь же он. Где-то странное бойлерное. Это бойлерное. Сраные эти мячики. Бойлерное. Да что бы вы усрались? Блин, кто это придумал? Самое главное, сюда же ты не зайдёшь-то. Блин! Да это конево просто. С этой хренью ещё носится. Блин. Ну, пишется бойлерное снизу. Ну, бойлерное снизу. Окей. Он сказал, тащите ещё до бойлера. Хорошо, там была только одна. Одна ячейка, куда можно было положить эту ерунду. Куда ещё её надо положить? Жри. На, на. Ты ж не хавал до этого. Ты чё? Охладите бойлер. Ну? Ну, блин, да больше ж никуда. Что за ерунда тут творится? А, немедленно явиться на внеочередную проверку в отдел социального контроля. Ну, давай, давай. Хавай, хавай, хавай. Куда? Куда здесь ещё надо? Бойлерное. Я в бойлерной. Ну? Нет? Не догадался? Да усраться можно. Так, туда как-то попасть можно, значит. Очень странные штуки. Куда, блин, Янг засовывать? Может, он опять забагал? Или я что-то неправильно делаю? Вау. Вот это, конечно, спалились, ребята. Это ещё ладно, но прям вот это шик. Куда, ёпты, его засовывай? Так, дальше куда? Тут нет. Тут нет. Там тоже нет. Это проверено. Ещё раз сюда. Да обосрись ты, чё тут делать? До самого бойлера. Что? Вот. Вот это надо было сделать, блин. Это ещё догадаться надо, ёпт. Я, я просто даже описать не могу свои эмоции. Да иди в жопу. Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с берёзой. Блин, ну а почему я не мог тудой засунуть? Так, второй готов. Срынь вонючая, просто... А ну, я хочу попробовать. Паразит такой. Давай, давай. Что это? Средняя птичка. Хорошо. Не то, что мне надо было, но ладно. Я не успеваю эти кнопки прожимать. Отпу, сюда вот. Да кто это вообще придумал? Я уж задолбался, шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс мобилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. Товарищ, обеспечивайте сохранность экспериментальных данных. Я уже забыл, что я хотел сказать, блин. А, да, я полтора часа вначале занимался какой-то ерундой, пытался найти выход. Оказывается, этот сраный шмурик сидел в углу. Потом я сидел, пытался догадаться еще что тут где-то. Ёпта. Наконец-то, блин. Ага, я понял. Счастье-то какое-то. Да, сам напросился. Говно ты, а не боец. Ээээ, я хочу ехать. Смотри, что у меня, чувак. Круто, да? Ништяк просто. Ты чё, серьёзно? Ладно, погнали. Заберите колбу с жаростойкой полимера. Где? Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченова много лет. Дмитрий Сергеевич не просто так доверил ей одно из наиболее важных направлений в создании коллектива 2.0. Она заменила на этом посту погибшего Харитона Захарова. А это ещё кто? Профессор медицины, прославленный нейрохирург и один из двух победителей коричневой чумы, Захаров Харитон Родионович. Ближайший друг и соратник академика Сеченова. Они вместе стояли у истоков предприятия 3826. Очень хорошо, допустим. Но я про Филатова спросил. Талантливый нейрохирург, ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко? Симпатично. Окей, допустим. После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. Что вот значит жарко? Жарко ему. К нам на Урал приезжай. До Сталивара поработай хоть на пол... Ну хоть здесь. Для чего предназначен термоцех? Тут производят жиростойкие полимеры. Но основное направление проводящихся тут исследований — выведение жаростойкой флора. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами кактаций цереруса, кактуса. Благодаря этому здесь выводят группу растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс. Так, одно сделали. Давай. Расцвела наша красавица. Начался процесс фотосинтеза. Состояние дерева быстро улучшается. И убрось. Да, только чувствую, что... Не жара, не трудности, не боимся ни хрена. Нам хоть здесь, хоть вулкан прыгай, понял? Так что давай, брат, не ной. Коллектив обновят всяко легче. А кто ной, ну и урод, говна не стоит. Все? Редиссоны, блин. Нервы только трепают. Давайте, ребят, давайте. У вас хватит ума, давайте. Давай, давай, давай. Давайте, все получится, приятель. Понял, понял. Понял, принял. Давай. Как, блин, мне использовать этот лазер? Блин. Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Окей, разобрались с тобой. Давай, чики-дрики в дамке вышел. Все, все. Кто там у нас еще остался? Сзади? Как-то не очень страшно здесь мобы для такой музыки. Я замка здесь больше боюсь. Все, разобрались. Фух, это было самое сложное. Да? Ух, эти лабиринты из желе. О, ты что, ты что. С тобой еще драться, да? Еще, Нижиха взбесилась в час-сот часа нелегче. Обычно это безобидный геолдоге физический робот. Да, видно. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. То это тоже. Я полно согласен с вашей позицией. Ладно, пошли искать колу. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Можно сразу через окно пролезть. Ох, у меня жопа горит просто. Я хочу с тобой поиграть. Ага, спасибо. Это у нас получилось. Ах, ты падла. Да, спасибо. Молодец, молодец. Наконец-то. После того, как я полтора часа лазил на этом вонючем сраном складе, меня эти боты уже никак не удивлят. Товарищ мой, такие колбы используются в приводе полимерного наполнителя. Может пригодится. Да потому и взял. Слишком уж специфично выглядит. Хорошо. Я подозреваю, после установки что-то произойдет. Нет, сюда нам не надо. Давай, перезарядимся. Ну. Да ёпта, этого мне еще не хватало. Я не знаю, чем он занимается. Это порнография. Слушай, ты с любимой будешь эти стоны делать. Давай вот со мной без этого. Без этого. А? Ладно. Как хорошо, что я там сохранился. Ах ты. Смотри, что я умею. Ох ты. Все, давай. Без базара. Все? Дождаться заполнения колбы? Ну, жду. В смысле, это прям какое-то событие, что должно произойти сейчас? Слишком опасное? Вон нас спит, окей. Может мне нужно для этого еще что-то сделать? Нет, братуха. Не получилось у тебя. Говорят, наверное, плохо. Говорят, наверное, плохо. А что поискать там? Тридцать пять? Тридцать пять? Отлично. Я тогда позже зайду. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщают вещество анаэробными бактериями. Этот процесс происходит с заданной скоростью. Если скорость возрастет, процесс ускорится. Где пункт управления? Его нет. В нормальных условиях скорость процесса не варьируется. Но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Осталось найти эти электромоторы. А, электромоторы. Так, вот они. Вот это? Надо как-то влезть под самый потолок. Что? Вот это? А ты с... Не? А, я понял. Под самый потолок залезь. Я тебя услышал. Намек. Четко, ясно и понятно. О! Вот, вот это нужно было сделать. Серьезно? Точно так? Выглядит план вообще ненадежно. Мягко говоря, да? Совсем вот мягко говоря. Да, ёп ты! Товарищ! Воу, воу, воу. Я понял. Эти товарищи нам не товарищи. Давай, давай. Подходи, подходи. Ты вообще сдохнуть сможешь? Та, ну, в баню тебя. Та, ёпта. Та-та, я согласен с тобой. Слушай, это прям вообще переборчик. Как с этой... Ай, сука. А там что? Давай, покажи нам. Спасады. Та он вообще сдохнуть сможет? Покажи, чему обучу. Та, слушай, ему и показывать не надо. Ёпта. Он вообще не дохнет. Да ну в баню против них, серьёзно? Да ну в баню. Они просто разматывают. А-а-а. Надо быть осторожным. Падать придётся далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист? Работа. Ну давай. Я думаю... Блин, как хорошо, что не ползал сам по этим шпалам. Нет, нет, в смысле? Подожди, нет. Я не хочу второй круг ехать. Подожди, подожди, чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть. Поспём. Не очкуем. Сработало. Как красиво бассейн засветился. Не очкуем. Всё хорошо. Окей. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Чёрт, снова пчёл. Для заполнения осталось 10 дней. Какие пчёл? Да ёпта. Давай, нет. Уже лучше. Нет, не лучше. Сейчас это придётся опять на эту пене лезть. Пчёлы, это ещё полбеды, я так скажу. Давай. Ёпта. Это ещё ждать его. Давай, ну приезжай, ты троллейбус. Где он там? Давай, в этот раз всё должно быть чётенько. Просто чётенько. В смысле? Да ёпта. В смысле? Ладно. И чё, мы остановились? Блин, ты прикалываешься? Хорошо, что я хоть не спрыгнул. Почему эта фуникулёрная хрень не может двигаться быстрее? Никто не предполагал подобного. Это было риторическим. Вот эту надо не просрать. Не говорит, что придётся ещё прыгать. Давай, давай. Мы просто обязаны достать. Я уже устал. Да ты чё шутишь? Фуникулёрная хрень, это точно. Давай, 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 давай. Давай. Да, это прикол. Просто прикол. Блин. Он ещё остановился здесь. Да. Слов просто нету. До дополнения осталось один день. Да, спасибо. Сейчас мы будем делать это по-своему. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось остаться без патронов для большего комфорта. Нахрен мне этот фуникулёр. Ну вот, блин, мне проще было уже по шпалам пойти. Теперь забрать её. Глазу иллюминации и милые сердцу пчёт. Романтика. Колбу. Хорошо, но осталось эту колбу забрать. Наконец-то, боже, это было так сложно. Как-нибудь в другой раз. Где здесь выход? Внизу имеются ворота, ведущие к лифтовым кабинам. Внизу ворота. Вот это типа. Значит так, товарищи, надо что-то придумать со спорами грибов в проращивании. Нам тут опять прислали робота, говорят, барахли. Мы вскрыли корпус, а он внутри, сплошной гриб. Мицели все полости забил. Ну и что такое? Что там такого в полимерной среде роботов-грибам нравится? Такими темпами скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты. Вы же умные, вот и придумайте что-нибудь. Товарищ майор, тебе есть что сказать по делу? Разве я в чем-то виноват перед вами? Почему вы срываете на меня зло? Извини. Твоей вины нет, я на себя злюсь. С каких-то поражен извиняется? Не вы убили Петрова. Его убило, его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, а не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца сколько себя помню. А я его подвел. А сколько вы себя помните, товарищ майор? Ну, года два, может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. Но я и до ранения его знал. Он мне вместо отца. Я в этом абсолютно уверен. Не спорим. Но нельзя же злиться на себя за то, в чем нет твоей вины. Конечно, есть. Я подвел Дмитрия Сергеевича в трудную минуту, когда он на меня рассчитывал. Теперь мне хреново от того, что он мною недоволен. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? В прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаривают. Да ну. Это полная херня. Эрополимерные перчатки не умеют обманывать. Не так ли? Не знаю. Да. Я просто не хочу колбу засовывать, вдруг диалог прервит. Все? На базаре есть? Отлично. И осталось две колбы. Ёпта. Сохраняйте. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Короче, на этом будем заканчивать. Я просто капец сколько времени убил. У меня запись ее 3 часа. Из этого, скорее всего, выйдет ролик максимум на час. Потому что я просто все это время занималась какой-то ересью. Жмурик этот сраный просто. Реальный из-за жмурика. Мы столько времени потеряли. Ну, короче, ладно. На этом все. На этом все. С вами был, как обычно, Август Плей. И увидимся уже в четвертом прохождении Atomic Hearts.